Добрый день всем присутствующим. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции Дефолт 2020. Быть или не быть. Что ждет гривну в декабре 2020 года? Дефолта в ближайшее время не будет по одной простой причине, что дефолт, в общем-то, штука, я по-простому скажу, штука расчетная, его можно рассчитать. Но, вы знаете, тем не менее, хотел бы обратить внимание на то, что опасность существует. В чем эта опасность? Недавно был представлен новый проект бюджета уже на следующий год. И я хотел бы отметить несколько вещей, которые, как мне кажется, я не знаю, согласятся со мной коллеги или нет, сейчас мы это обсудим, так или иначе, подвигают Украину, пусть и небольшими семимильными шагами, но подвигают ее к дефолту. Приведу несколько примеров. Дело в том, что представленный проект бюджета рассчитан на макропрогнозы, в процессах июля этого года. Я напомню, что июль это был фактически пик спада экономики, уже после того, когда Украина вошла в так называемую коронакризу, но я хочу напомнить, что, в общем-то, падение экономики началось еще в конце прошлого года, и просто вот эти процессы, связанные с ковидом, как бы все это дело усугубили. Вот несколько несостыковок, которые бросаются в глаза даже абсолютно неискушенным людям. Например, по проекту бюджета на следующий год среднегодовой курс гривны к доллару США заложен на уровне 29,1 гривны. Вот как бы даже ниже, чем будет, наверное, курс доллара-гривни на конец этого года, я вам напомню, что в бюджете, пересмотренном на этот год, это 29,5. Но вот на что хотел бы обратить ваше внимание. А как вот эта цифра 29,1 согласуется с политикой правительства, которая неоднократно заявляла о том, что она заинтересована в более дешевой гривне, что, естественно, это даст возможность покрывать дефицит бюджета. И как это согласуется с позицией Национального банка и позицией МВФ? Я вам напомню, что в планах Национального банка существенное сокращение монетарной базы, допустим, по прогнозам и по планам НБУ, монетарная база в 2021 году вырастет только на 3,5%, против более чем 20% роста в этом году. Ну а денежный агрегат М3, финансисты меня поймут, вырастет только на 10,7%, против его роста в этом году на уровне почти 20%, 19,5%. Понимаете, получается несостыковка. С одной стороны, правительство объявляет достаточно заниженный курс. С другой стороны, говорит о том, что оно не заинтересовано в высоком курсе гривны. В-третьих, идет нестыковка наших основных финансово-денежных регуляторов. Но что смущает? Дело в том, что основной источник роста, роста экономики, как мы видим из проекта бюджета, в правительстве вообще, в Минфине в частности, видят в повышении дефицита бюджета и в инфляционных процессах. Другими словами, Минфин априори превращается в так называемого агента по поиску дешевых или не дешевых, но по поводу заимствованных средств, с помощью которых можно покрывать текущее финансирование бюджета, текущее финансирование долгов и так далее. И одна еще цифра, вот приведу, чтобы не утомлять. На следующий год приблизительно 200 миллиардов, думайте, 200 миллиардов гривен правительству придется привлекать. А через что привлекать? Естественно, через ОВГЗ. Мы знаем про ток нерезидентов с рынка ОВГЗ, и поэтому тот оптимизм правительства, который мы видим и слышим, о том, что ОВГЗ в следующем году будет размещаться, грубо говоря, без всяких проблем, возникают некоторые к этому сомнения. В чем тут опасность? И опять же подходим к теме дефолта. Опасность в том, что будет так называемая скрытая миссия. Механизм, который стар как мир, что называется. В чем это будет проявляться? Это будет проявляться в том, что Национальный банк будет рефинансировать коммерческие банки, а коммерческие банки будут на этот полученный рефинанс приобретать облигации государственного внутреннего займа. Это называется скрытая миссия, которая, естественно, ляжет дополнительным инфляционным грузом на курс гривны. Но я вот хотел бы спросить у своих коллег еще один такой вот вопрос. Начнем с Сергея. Сергей, как Вы считаете, а вообще опасно ли поднимать в обществе тему дефолта? Насколько это является угрозой для репетационного имиджа страны, ну и для состояния украинской мовы, так званой деловой довиры? Ну, опасно или не опасно, важно просто, чтобы общество понимало, какие последствия могут быть от дефолта. Еще раз повторюсь, что не стоит его бояться, потому что есть ряд стран, которые, в принципе, пережили его и дальше развивают. То же самое Греция, пример с греками. То есть нельзя исключать, что он, как Вы говорите, что вероятность есть, потому что раздувается денежная масса, потому что эмиссия проводится, и Минфин за счет ВГЗ пытается накачать финансами. Я не могу сказать, что это опасно. То есть, по крайней мере, я считаю, что люди должны понимать, что происходит. И было бы хорошо, знаете, если бы, наверное, со стороны НБУ просто выступали почаще и, может быть, объясняли людям, что вообще происходит в стране в целом, потому что большинство людей, каждый занят своими заботами и не всегда понимают, что происходит на верхах. Максим Рыщак, аналитик Центра биржевых технологий. Максим, а как Вы видите вот эту вот, видите ли Вы опасность вообще этой дискуссии? То, что эта дискуссия вышла за пределы профессиональной среды, и перешла, выплеснулась через средства массовой информации, через заявления отдельных политиков, депутатов, выплеснулась в массы. Вот насколько Вы считаете опасность этой ситуации? Есть она вообще или нет? Спасибо за вопрос. Смотрите, по поводу опасности, я не считаю, что это есть опасным. Я хочу просто повторить те слова, которые говорил. Если посмотреть в истории того, что происходило ранее, вот есть четкие знаменатели. Мне кажется, люди уже это сами начинают видеть, и на это возможно даже не реагировать. Но тут есть другой момент, о котором скажу чуть позже. Важно понимать, заметьте, дефолт, вопрос дефолта поднимается тогда, когда МВФ ставит на паузу выплаты по получениям транш. Это было в мае, это было в апреле этого года, это было в 2015 году. Это постоянно, когда только МВФ отказывает, ну нет, то есть ставит на паузу. И здесь важно понимать, что только после этого начинается поднятие вопроса по поводу дефолта. Почему этого вопроса не было, когда были плохие отчеты? Так почему этого вопроса не было, когда прошло первое полугодие, и Украина показала плохие показатели по развитию ВВП и тому подобное? Нет, поднимается этот вопрос сейчас. Я еще раз хочу акцентировать внимание на то, что я не ожидаю, что в Украине будет дефолт, но я ожидаю, что у нас будет ослабление экономики страны точно так же, как происходит сейчас в абсолютно во всем мире. Я поддерживаю вас, хочу непосредственно немного цифр добавить в ваши слова, подтвердить факты, то, что украинская экономика, она действительно начала ослабевать еще в начале даже 2020 года, о чем свидетельствует только курс образования украинской гривны, когда у нас в обменниках, например, был еще в январе-феврале месяце 23,80, сейчас у нас уже в обменниках 28,20 и так далее. То есть курс гривны ослаб практически на 19% всего за полгода. И понятно, что по одним причинам это был коронавирус, не без этого, что повлияло и на развитие абсолютно всего мирового сообщества. Опять же, возвращусь к проекту бюджета. В проекте бюджета заложен рост курса ВВП на уровне 4, там, больше 4%. Вот опять же возникают смутные сомнения, за счет чего может быть достигнут такой рост. Дело в том, что правительство сейчас отчитывается о так называемом восстановлении экономики до ковидовского периода, скажем так. Действительно, так если отбросить все прочие составляющие, динамика восстановления промышленности, да, она есть. Но опять же, возвращаясь к тому, что я сказал немножко раньше, падение началось до ковида. Но за счет чего тогда вытягивалась экономика страны? Она вытягивалась за счет очень высоких темпов розничной торговли, которые были более 10%. Сейчас это абсолютно не так. Сейчас к падению в промышленности добавилось существенное падение в сельском хозяйстве. С одной стороны, учитывая, что Украина экспортно-ориентированная, и в том числе одна из основных статей экспорта – это сельхозпродукция, то опять же возникают очень большие вопросы к оптимизму правительства. Но я хотел бы вернуться к этому тезису относительно благоприятных прогнозов. Известно, что экономика страны растет, правильно растет, это даже не книжный вариант, это такой доказанный вариант, когда растут капитальные затраты. Капитальные затраты могут расти, когда в стране благоприятный инвестиционный климат. Мы все уже немножко подзабыли про так называемых инвестиционных нянь, которые нам обещали. Но тем не менее, вот если гипотетически рассматривать прогнозы правительства радужные и рассматривать инвестиционный климат страны, то, Сергей, в чем видите вы возможность экономического роста, возможность роста инвестиций? Ведь мы все прекрасно знаем, что мир последний год так точно живет, экономика мировая живет в сжатом состоянии, и прежде всего финансируются внутренние рынки. За счет чего мы можем привлечь инвестиции в реальный сектор экономики? Прежде всего, если говорить о возможном росте ВВП и благоприятных прогнозов, то можно сказать, что по большому счету то, что мы сейчас имеем, было достигнуто благодаря отношениям с Китаем. Потому что, по сути, в реалиях текущих у нас, получается, сократился и импорт, и сократился экспорт. Но импорт сократился вдвое на фоне экспорта. Тем не менее, экспорт с Китаем наладился, и если брать цифры, в этом году экспорт Китая был нарощен на 95% в Китай, продукции в Китай. Что туда уходило? Туда уходила сельхозтехника, туда уходили металлы. Это произошло благодаря тому, что как раз таки, мы же помним, как началось, началось все в Китае. Китай первый пострадал, но Китай первый стал выходить из этого кризиса. И благодаря этим торговым отношениям с Китаем мы, в принципе, и продержались на плаву все это время. Хорошо. Максим, скажите, пожалуйста, а как вы видите, какие возможности инвестиционные есть для восстановления экономики, скажем, в следующем году? Я хочу просто заметить и подметить то, что сейчас весь мир переживает по факту уникальный момент, потому что такого еще никогда не было. Когда границы закрываются, когда экономики просто изолируются друг от друга. И понятно, что развивать экономику в стандартном режиме, как это было раньше, экспорт, импорт и так далее, достаточно тяжело. И говорить о, например, завершении этого года. Дело в том, что в Украине есть некий цикличный образ развития экономики и курса образования. Первое полугодие для Украины это всегда позитив в плане того, что, не считая этот год, конечно же, по понятным причинам. Это всегда позитив, потому что у нас в силе лица экономика, потому что мы постоянно выполняем все квоты и по продажам на экспорт и так далее, к нам приходит много капитала. А ведь что движет непосредственно развитием экономики? Это приток капитала, это приток инвестиций, это получение прибыли, которая реализуется после продажи товаров. То есть больше продать, меньше купить. То есть по факту у государства есть два пути, как можно выйти из ситуации, которая есть на текущий момент. Это либо первое, это увеличить доходы, либо второе, это сократить затраты. Увеличить доходы в период, когда границы закрыты, когда экспорт вялый, достаточно сложно. И понятно, что реальный сектор на самом-то деле и что движет экономика, это развитие реального сектора. Понятно, что он будет, скорее всего, к концу этого года очень слабо себя проявлять. Сократить затраты – второй вариант, то, что планирует сделать и правительство. Спасибо, Максим. Ну, я, вы знаете, на самом деле не увидел в проекте бюджета возможности правительства, вернее, желания правительства сократить затраты, что было бы действительно правильно, как вы отметили. Первый вопрос, который к нам пришел. Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать доллар сейчас или уже поздно? Когда его лучше покупать, есть ли какая-то сезонность в курсе валюты? Ну, если говорить про сезонность, да, она есть. Я думаю, что в нашей стране, да, наши люди, они, ну, по крайней мере, за последние лет шесть точно могли это заметить и понимать. То есть у нас определенные циклы. У нас зимой, как правило, после Нового года, начиная со второй половины зимы, доллар немножко падает вниз, гривна немножко укрепляется. И потом весной держится стабильно, потом весна-лето, скажем так, держится стабильно, потом с приходом второй половины лета, ближе к осени, начинается обратно рост курса доллара. Перед Новым годом он снова дешевеет, после Нового года он растет. То есть есть определенные циклы. Это экономические циклы, это фактор сезонности. Сюда можно относить, если мы говорим о летнем спаде, это отпуска. После отпуска потом все приходят и начинают вновь восполнять свои запасы семейные. Опять спрос на валюту возрождается. Плюс осеннее движение доллара вверх, это связано с тем, что мы готовимся к отопительному сезону. У нас есть, скажем так, основные участники рынка, которые на межбанке закупают валюту в больших объемах для покупки газа на внешнем рынке. То есть сезонность, да, есть. И это важно просто понимать, что зимой доллар падает вниз, весной, летом держится стабильно, а уже с осени начинает расти. Сергей не советует покупать доллар именно сейчас. А что скажет по этому поводу Максим? Я спрошу по-одесски, спрошу, на какой срок вы хотите это сделать, потому что важно понимать глобальные тенденции, которые происходят в нашей стране. Потому что Украина считается по большей мере экспортно ориентированной, вернее она хочет себя так считать. В мировом сообществе, в мировой практике экспортно ориентированные страны – это те страны, которым выгодна слабая национальная валюта на самом-то деле. И украинская гривна, она будет ослабевать, то есть она будет постепенно-постепенно девальвировать. И если вы планируете сохранить на какой-то долгосрок, как минимум сохранить свои средства, то да, вы можете покупать и сейчас, покупать американский доллар. Потому что, во-первых, я лично прогнозирую и вижу, что мы еще увидим, это сейчас не максимум, который есть на текущий момент, на сегодня, там, 28. Сколько, Сергей Анатольевич? Сейчас 28.18. На межбанке 28.18, я думаю, что это не предел, мы будем двигаться, вернее, гривна будет двигаться еще к максимуму, которые были в январе 2018 года, это уровень 28.90, даже 29.00, 29.50, вот то, что я вижу лично к концу этого года. Поэтому, если вас устраивает такое обстоятельство, тогда вы можете покупать, конечно же, американский доллар, держать на долгосрок, так точно. Ответ очень прост, на самом деле. Очень часто спрашивают, покупать доллар или не покупать. Причем это спрашивают, ну, знаете, наверное, там еще с 93-го года, а то и раньше. Вот всегда есть один хороший ответ. Зачем вам покупать доллар? Тут действительно вопрос перспективы. Вот смотрите, если вы собираетесь покупать доллар для того, чтобы накопить, условно говоря, на через полгода на заграничную турпоездку, то вообще с этим не связывайтесь. Курс доллара, он колебается относительно гривны, и вы все то, что можете заработать, потеряете на марже при покупке-продаже. Если у вас в планах что-то более масштабное, допустим, по среднесрочной перспективе, это приобретение автомобиля, скажем, что занимает в накоплениях несколько лет, ну, тогда, очевидно, да, доллар можно и стоит покупать. А теперь смотрите самое главное. Если перед вами стоит долгосрочная перспектива, то есть вы хотите, условно говоря, что-то оставить своим детям. Скажу банальную вещь, которую знают все экономисты, и на которую почему-то очень мало обращают внимание представители других профессий. Доллар США – это точно такая же денежная единица, как любая другая. Она точно так же подвержена инфляции. Поэтому вы должны понимать, что если вы просто купите условные 100 долларов США и положите их куда-то в шкаф, то через 10 лет вы сможете купить на эти 100 долларов гораздо меньше товаров и услуг, чем сегодня. Поэтому неработающие денежные средства, они как раз, в общем-то, не приводят к накоплению в долгосрочной среде. Если вы правильно сказали по поводу инфляции того же доллара, то что он тоже сам по себе, любая валюта, она обесценивается. Если мы просто положили и держим какую-то определенную сумму, то через года она будет обесцениваться. Ее нужно инвестировать. Тот же вопрос к Максиму. Единственное, что я хотел бы акцентировать внимание, зритель все-таки уточняет, какую форму накоплений вы можете назвать наиболее выгодной. Но и в этой связи, может быть, Максим, вы посоветуете какой-то финансовый инструмент? Я лично пользуюсь и руководствуюсь правилом диверсификации. Это правильное распределение своего капитала в качестве, как минимум, сохранности средств. Это 50 на 50 как минимум, это примитивно, это часть сохранять в американских долларах, часть в евро, в европейской валюте. Что касается операционных расходов, то гривну, вот как раз-то гривна, она касается только операционки. Что такое операционка? Это то, что вам нужно на жизнь. То есть это покупка еды, затраты на ваш основной бизнес и так далее и тому подобное. Это и есть операционные. Сохранять деньги в национальной валюте Украины я лично не рекомендую. Если говорить о перспективах, например, активах, которые я вижу в качестве инвестиций, это являются дорогостоящие металлы, это серебро, это золото. Спасибо, Максим. Да, по поводу золота вы абсолютно правы. Не зря золото называют абсолютными деньгами. Ну и, кстати, как инструмент, если вы действительно рассчитываете на сбережения на несколько десятилетий, то вполне разумно будет покупать банковские металлы, что легко сделать в любом банке. Конечно, золото прежде всего, потому что оно является абсолютно ликвидным.